санкции начали бить непосредственно по кошелькам простых россиян забрали всю эту денежку сижу сейчас в каком-то шоке законно ограбили меня просто взяли грабили это параша это смешно и плакать хочется но тем не менее что есть то есть сидел без денег и по сути я продолжаю сидеть без денег все эти люди зарабатывали из-за рубежа но путинские банки их деньги начали просто отбирать пришла сумма в размере 180 чем-то долларов это восемь тысяч восемьсот 51 рубль 43 копейки и в ту же секунду эту сумму тинькофф забрал себе другие россияне тоже пострадали это раньше банки доплачивали им проценты за депозит теперь же платить должны они край фазе банка затем а тинькофф банк ввели отрицательные ставки сохранения валюты на своих счетах многие не слабо так очканули райфайзен с 30 июня ввел комиссию два десятых процента в месяц от суммы на счету если она выше пяти тысяч баксов получается что в год придется заплатить две целых четыре десятых процента комиссии тинькофф банк ввел новую комиссию с 23 июня она составляет один процент в месяц захоронения на более 1 тысячи долларов то есть в год 12 процентов комиссии а также путин придумал для банковских воротил еще и третий способ изъятия кровью и потом заработанных средств простого люда об этом немного позже ситуация максимально неприятная с учетом того что многие люди попали в такую ловушку как работает налог на войну путина с каждого россиянина смотрите дальше таких как мы людей бедных до начали грабить закон денежные переводы из загнивающего запада как оказалось кормили сотни тысяч россиян ну сегодня знаете как такой день зарплаты можно сказать на ю тубе должны прийти денежки например youtube закрыл монетизацию в россии но вот за просмотры из-за границы все еще платил только что пришла денежка и с этой денежки забрали всю эту денежку ну грубо говоря большую часть отхапали просто вот эти вот самые ребята просто вот просто потому что вот захотели этот блогер был клиентом тинькофф банка одного из самых популярных в россии и пока еще не подсанкционных у меня списали ровно 15 собственно тинькофф просто после этого месяц своим банком идет потому что так себя вести на нельзя а все потому что тинькофф ввел комиссию на все переводы из-за рубежа в три процента но не менее 200 условных единиц причем если сумма меньше банк просто отожмет весь перевод себе да и параша чтобы я еще раз с этой помойкой связался да я рот ее калашматил вот до свидания российский интернет просто взорвался от возмущения несет не капнул счет 19 тысяч 190 рублей на банка и на карту банка тинькофф комиссию содрал 15 тысяч рублей с этой суммы открываем комиссия за операцию услуга банка 15 тысяч рублей 15 это грабеж 19 тысяч 15 тысяч и комиссии берут когда ведь у многих банк отобрал последний источник дохода мы попали еще несколько блогеров я думаю немало сейчас мне прислали тоже маленький видеоролик где блогер который отдыхает за границей получила зарплату у нее тут же эти 12 несчастных тысяч снять и как она правильно сказала это мой единственный например доход как людям жить и и самое страшное это не беспредел одного банка а системная путинская политика такую же комиссию ввели уже сити банк банк санкт-петербург уралсип рнкб и ряд других небольших банков ты меня спросишь а это вообще законно тинькофф говорит что да я конечно написал спросил но типа было сказано что это вынужденная мера потому что там что то что тут а все потому что накануне еще больше банков наказали санкциями в ответ на войну против украины теперь уже суммарно больше десяти крупных учреждений отключили от системы свифт то есть они вообще не могут принимать платежи из-за рубежа конкуренция упала ну и соответственно можно драть по три шкуры поговорили с ребятами которые занимаются ютубом у кого-то там пришло меньше и у них забрали все у кого-то пришло больше у них забрали все это же уму непостижимо люди трудились зарабатывали и все отдают банку просто за комиссию это просто жесть какая-то друзья это просто какая-то жесть я сейчас посмотрел почитал вот тоже парню приходило плюс 7 тысяч рублей сразу комиссия минус 7 тысяч рублей здесь называется мало того что и так не все просто а тут еще и просто целиком все срезается крупнейший и государственный сбербанк тоже на днях попал под санкции и тоже отключен от свифта и конечно же также поднял комиссию за переводы я не знаю что это за государство мы живем в таком государстве потому что это государство развязала преступную войну и пострадали от санкции прежде всего банковские воротилы и вот надо же путину как-то и дальше покупать их лояльность а за счет кого конечно же за счет простых россиян для этого и придумали три шага по отъему валюты у населения 1 те самые конские комиссии за переводы ну по-моему это больно что будешь поддержать это просто до 15 до после пятнашки если у тебя там не за миллионы ты получаешь что в принципе для тенант не так больно но для простых ребят конечно минус 15 получил минус 15 пошел пакет пилл это смешно и плакать хочется но тем не менее что есть то есть второй шаг путина разрешить банкам еще и буквально отжимать валютные депозиты ну и по факту нам говорят ребята вам все-таки стоит еще и доплатить за то что вы эту валюту вот даже в таком как бы электронном доведе но держите комиссии за депозит от 2,4 десятых и даже до 12 процентов годовых нету больше нигде в мире то есть если у вас условно лежала 10 тысяч долларов в заначке то отдайте путинским банкам от 240 и даже до 1200 долларов в год логично вам выгоднее депозит забрать но когда это в кремле думали о вашей выгоде но проблема другая состоит в том что мы не можем просто снять эту самую валюту потому что существуют ограничения введенные cb до сентября месяца и если у вас валюта находилась на счете до марта то соответственно до 10 тысяч долларов вы можете снять остальное снимается только в рублях и курс доллара сами видите сейчас какой а многие покупали по 100 например и думали что деньги будут лежать на счете все будет нормально но нормально не будет так что ваши денежки в заложниках ведь если сегодня банк вводит отрицательную ставку в 12 процентов годовых без моего согласия что ему мешает завтра ввести ставку в 40 процентов годовых и третий шаг специально завысить официальный курс рубля чтобы заставить поменять свой валютный депозит на рубли в разы дешевле а вот простые граждане которые покупали бакс на хайпе по 120 рублей сейчас смотрят на курс на валютные ограничения меняют баксы потому что им нужно на что-то жить прямо сейчас и плачут в итоге банковские воротилы довольно потирают ручки в ожидании невиданной экспоприации валюты простых россиян а те будут беднеть изо дня в день и и и и и